Вопрос логики — это не к нынешней системе государственного права. Для чего он просто всю свою жизнь будет бесконечно истерически смеяться. Понимаете, вы хотите жить. А они считают, что в случае чего юзустыло. Российские власти меня так и не услышали, но, похоже, услышали украинские власти, к сожалению. Как это не грустно. Это, во-первых, демонстрация ничтожности российской власти, демонстрация абсолютной ничтожности российской отечеальной бюрократии. То, что Россия не может ничего, особенно ни на что. Михаил Геннадьевич, возвращаясь к предыдущей теме. Если все-таки у нас не будут повышаться налоги, как сказал Силуанов, они собираются взять деньги за счет девальвации рубля. Каковы шансы на то, что у нас доллар будет по 90, по 100? Ну, вопрос, когда он будет. Но при таком-то управлении он точно будет по 90. Я просто напомню, что он превысил 75 рублей сейчас. Они так давно будут, 57. Так что он будет расти, он будет укрепляться. Потому что то, что не добрали на экспорте сырье, доберут за счет внутреннего рынка, за счет людей. Люди же новая нефть, правильно? Причем все очень прозрачно. У нас федеральный бюджет сверстан сходя из того, что знаете, какой у нас будет рост цен в экономике в целом? 4% – это рост потребительских цен. Это так называемая потребительская инфляция. Цен в экономике в целом, так называемый дефлятор, в ОВП – 3,2%. 3,2% – рост цен. Я думаю, что у нас за 1 январь в реальности было примерно столько. Михаил Игоревич, я вот вам хотел как раз об этом рассказать. С начала года в России лук подорожал на 62,5%. Огурцы – 54,7%. Помидоры – 37,7%. За полтора месяца. Это данные Росстата. Ну, подождите. А по данным Росстата вам расскажут, что сейчас презервативы у нас подешевели. Хотя, честно говоря, не могу судить насчет этого рынка. Ну, карандаши какие-нибудь подешевели. Мебель какая-нибудь подешевела. Путевки в Турцию подешевели непонятно по какой причине. И что-то еще подешевело тоже. И вот лук вырос в 62%, а меховые манту подешевели тоже на 30%. И за счет этого общая инфляция месячная 0,1% забытых процентов. Так же. Так же. Как сказал председатель бюджетного комитета, достаточно давно сказал, после того, как мы подчинили Росстат Минэкономразвитию, который верстает прогнозы, нам по плечу любые показатели. Я правда удивился, почему президент Путин с такой гордостью говорил, что у нас экономический спад не 2,7% и не 2,5%. Даже не 10%, как некоторые пугают, а 2,1%. А я думаю, что если бы кто-нибудь поговорил с председателем Росстата подушевле, у нас и рост мог бы быть в 2,1%. В чем проблема? Когда реальность мало кого интересует. Так вот. Те деньги, которые недополучили на экспорте сырья, получат за счет завершения цен на 3 страны. За счет того самого производства монополия. Потому, что когда монополия завышает цены, повышается налог. Ну, на прибыль он может не повышаться, если неграмотно прячет прибыль. Но, скажем, НДС повысится. Все. Налог с оборотом. Ну, с добавленной стоимостью. Как это в известном анекдоте. А какой у вас уровень локализации вашей сборки китайских автомобилей? 60%. Надо же, как интересно. А что же у вас? Вы производите на территории вашей страны двигатели, колеса, рамы. Что вы производите здесь? Как что? Накрутку? У нас вот москвичи эти электронные шильдик привинчивают. В 2 раза цена возрастает. Это в 1,7%. Ну, все-таки в 1,7%. Такой дорогой шильдик. Так и хочется сказать. Ребята, а вы не пробовали шильдик непривинчивый? Тогда же можно будет эту машину продавать по нормальнице. С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию в республике Карелия в Олонецком районе увеличилось. День на 24,6%. Ночь на 32,18%. Со всей страны поступают информации. Вот мы сейчас создаем с единомышленниками целую сеть региональных новостей. Будем их выносить на федеральный уровень. А отовсюду приходит информация, как быстро растут цены на услуги ЖКХ. Вот на электроэнергию, например, в Карелии. Сегодня прислали. Попросили донести до вас эту информацию. Михаил Геннадьевич, какие третий, два десятых процента? Электроэнергия-то на каком основании дорожает так? Как это на каком основании? Хочется бабла. У олигархов яхты. А у деятелей, которые держат районную энергосистему, или региональную энергосистему, тоже яхты хочется. Называется произвол монополия. В чистом виде. Причем, если запрашивать регулятора, выяснится, что цены выросли на электроэнергию на 4,5%. Максимум на 9%. А все остальное – это накрутка страховки, плата за мощность, подключение, плата за ремонт. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Причем, обратите внимание, что ночной ториф растет быстрее дневного. Это что означает? Это означает, что люди наловчились свет тратить, белье стирать, белье гладить по ночам. Чтобы воду кипятить по ночам. Чтобы экономить на энергию. Поэтому нужно их прижать и сократить разрыв между дневным и ночным тарифами. Это произвол монополия в чистом виде, наглядно, цинично. Но вы мне пришлите, давайте я запрос напишу. Но что мне ответить, я вам могу заранее рассказать. Я вам цитирую, что в целом цена, тариф вырос на разрешенный правительством Российской Федерации условный 7%. В целом по стране там на сколько-то выросли, но по регионам все это разбалансировка идет. А все остальное надбавка. Это увеличение на ремонт, на страховку, на плату за подключение, плату за мощность. В Нижнем Новгороде, знаете, поскольку государство регулирует услуги холодного водоснабжения и канализации. Знаете, какую плату ввели дополнительную? Плату за порчу труб канализации. Ну, понимаете, у нас же в процессе справления большой и малой нужды у нас в канализацию попадают разного рода вещества, которые портят трубы. Они портят трубы. И вот за эту порчу труб нужно взимать отдельную плату, которая государственное, естественно, не регулируется, потому что кто же такое придумает и растет совершенно, так сказать, гомерически. Пожалуйста. Пожалуйста. Может быть, в Республике Карелии ввели плату за порчу электрическим током проводов. Ну, в проводах изнашиваются, изнашиваются. Нужно ввести плату за порчу. И зашили ее в тарифной силе. В чем проблема? Если у нас безнаказанный произвол монополии, что хочу, то и делаю с людьми. Они же при получении, так сказать, керосиновой лампе не все будут жить. А если они будут жить при получении керосиновой лампе, мы им запретим доступ в лес, опять запретим сбор, так сказать, хвороста, потому что валежник собирать нельзя, а вот хворост можно. Или наоборот, я не помню. Это очень тонкая юридическая разница. Запретим сбор хвороста, а оценку на керосин повысим. В чем проблема? Люди же в новой нефти, правда, Владимир Владимирович? А если кто не прав, если кто чем-то недоволен, то мы обвиним его в пособничестве в СУ. Вот клоуны, которые по всей стране собирают деньги на нужды в СУ, это правильные клоуны, пусть собирают дальше. А все эти деятели, которые, значит, где-то там играют и при этом свои деньги переводят на нужды в СУ, пожалуйста. А вот кто недоволен, то, значит, пособник того мы будем сами. Конечно. Власть РФ рассматривает возможности запуска программы облигаций СВО. Гражданам могут предложить дать в долг государству ради успешного проведения военных действий на Украине. Впрочем, идея пока лишь обсуждается. Ну, правильно. У нас же, вы же обратили внимание, у нас же новая норма социальной поддержки, что через полгода участия в боевых действиях двухнедельный отзыв. Это хорошо? Это хорошо. Вопрос. А когда начнут отсчитывать эти полгода? С 24 февраля того года? Или с 24 февраля этого года? Вопрос открыт. Но таким образом государство признало, что СВО это очень-очень надолго. То есть это очень-очень надолго. А в бюджете это вряд ли зафиксировано, вряд ли признанно. Ну, значит, что нет. Слушайте, ну вообще насчет бюджета посчитали, что это все вот эти вот обещания, все вот эти вот меры поддержки обойдутся где-то в 400-500 миллиардов рублей. Ну, это копейки, это немного. То есть самые-самые дешевые обещания за последние годы, за послание 20-го, 19-го годов? А это сформулируем самые экономные. Хорошо, самые экономные. Я помню, что дополнительные расходы прошлого года федерального бюджета превысили 5 триллионов рублей. То есть послание президента – это менее 10% от тех дополнительных расходов, которые в прошлом году уже случились. Ну и кто после этого обижается, что на президента не обращают внимание? На 10% кто же внимание там обращает? От дополнительных доходов. Вот его, так сказать, позиция, которая ему отведена в рамках этой системы управления. Вот смотрите, Владимир Владимирович заявил, «Оборона России – важнейший приоритет, но развивая ее, нельзя повторять ошибки прошлого и разрушать свою экономику». То есть, таким образом, судя по всему, он говорит, что особой милитаризации экономики не будет. При этом, учитывая ход спецоперации, создается ощущение, что сделана ставка на война, на истощение. Как это может вообще сочетаться? Ну, понимаете, к вопросу логики – это не к нынешней системе государственного управления. Иначе он просто всю свою жизнь будет бесконечно истерически смеяться. И не будет времени даже на прием пищи. Не говоря уже о том, чтобы на зарабатывание этой пищи. Понимаете, у Путина какие-то очень странные, вернее, у тех, кто ему речь и пишет, какие-то очень извращенные представления о Советском Союзе. Явно у них в голове существует представление, что развитие военно-промышленного комплекса Советского Союза привело к разрушению советской экономики. Ну, если вы будете читать Гайдара и прочий бред, то, наверное, они этот бред пытаются вбить людям в голову. На самом деле, вся сложная продукция бытовая в Советском Союзе производилась на предприятиях ВПК. Это была реальная конверсия, просто она так не назовутся. Да, производилась недостаточно, производилась не так много. Дизайн был хорош в 60-е годы, а уже к концу 70-х был и дефицит, и дизайн испортился. Но тем не менее, если вы хотите развивать высокие технологии в условиях рыночной экономики, у вас нет другого способа, кроме как развития военно-промышленного комплекса. Называемое военное кинстианство, которое на Западе было осмыслено во времена Рига. Что такое новая технология? Вы тратите деньги, непонятно на что, и будет ли эффект, вы тоже не знаете. Без пистолета, приставленного в голове, вы этим заниматься в рамках рыночной экономики не можете. Значит, вы этим можете заниматься, только с пистолетом, приставленного в голове, это военно-промышленный комплекс. С другой стороны, если у вас маломальская демократия есть, то технологический прогресс – это не пушки вместо масла, которыми вспомнил президент. Это станки вместо масла. Это вы отказываетесь от сегодняшнего завтрашнего потребления ради потребления послезавтрашнего. В рамках рыночной экономики никто на это не согласится, в рамках демократии. Значит, вы должны иметь сверхсильный импульс, который перешибет текущий интерес людей в рамках демократии. Это опять-таки военно-промышленный комплекс. Развитие УПК – это способ создания новых высоких технологий. С одной стороны. С другой стороны, конечно, нужно развивать гражданские отрасли. Ну, конечно. Пропорция должна быть, как у «Гоинга», 20% военная продукция, 80% гражданская. Разумеется. Но технические изобретения делаются именно в рамках УПК. Что нам говорят? Что вот мы не будем заниматься милитаризацией. Простите, пожалуйста. То есть я правильно понимаю, что заводы по производству оружия будут строиться в Таджикистане и в Иране, а не в России. И в Китае. Очень интересный аспект этой ситуации. Я правильно понимаю. Ну, судя по всему, так. Так и получается, да. Ну, у нас производится бесконечно много всего. Причем, судя по ситуации с вагнеровцами, Кудаковский уже написал, что, ребята, никто вагнеровцев как бы не стал наказывать. Их просто перевели на ту же снарядную диету, в которой существуют все вооруженные силы Российской Федерации. То есть впервые у нас в официальной, так сказать, в Минобороновской сфере было призвано наличие снарядного ВОП. Хотя я подозреваю, что если не депутатская употребительность словосочетания, то он сядет. То в минуту. То есть товарищ Кудаковский сказал, что, ребята, факторов никто не обижал. Их просто оставили в общую сумму. Несколько снизили уровень привилегированности. То есть получается, что у нас, значит, все-таки чего-то производится не вполне достаточно. А если чего-то производится не вполне достаточно, то, наверное, это нужно производить. А как это соотносится с высказанием товарища президента, они как-то не соотносятся. Они как-то не соотносятся. Ну или соотносятся к каким-то настолько сложным образом, что нужно потратить 15 минут на то, чтобы эту, так сказать, логическую цепочку выстроить, и все будут смеяться и показывать пальцы. Зачем? Слушайте, это обычное послание президента Российской Федерации. Чего от него хотите? Я еще послание 1994 года писал Борису Николаевичу Ельцу, в которую вписали рекламу группы «Мост» товарища Гусинского. Про то, что нужно построить «Мост» из инфляционного прошлого в инвестиционное будущее. А «Мост» это называлось группой компании Гусинского в те времена. Слава тому, что хоть слово «Мост» не поставили. Квачки. Почему вы хотите? Жанр-то. Какая власть, такие послания. Вы упомянули кинсианство. Вот тут как раз у меня заметочка с упоминанием этой экономической теории. Классическое кинсианство, недостаток спроса компенсируется госзакупками. Посмотрите на Америку, посмотрите на другие развитые страны. Государство обязано дать гарантии сбыта бизнесу в тех отраслях, которые испытывают сложности, или которые даже появиться на свет не могут без этого. Как наша малотоннажная химия, например. Но государство не закупает реактивы, государство закупает готовую продукцию, типа лекарственных препаратов и так далее. Как гарантировать поступление заказа на производство химии, а не готового продукта, если в тендере на поставку участвуют только фармпроизводители? Созданием консорциумов, холдингов, заведением всех в одно юрлицо. Все эти обязательства должны быть прописаны во всетах, чтобы даже мыс не было бежать за субстанцией в Китай или Индию. Вот телеграм-канал, посвященный химическим вопросам, пытается разобраться, как с точки зрения экономики развивать нашу отрасль. Понимаете, что с точки зрения химической промышленности вы не можете разобраться в экономике в целом, потому что экономика чуть шире химической промышленности. Но с точки зрения пальца нельзя разобраться в жизни человеческого организма. Даже с точки зрения мозга разобраться в жизни человеческого организма нельзя, потому что есть много других систем за его кредит. В данном случае ключевые слова сказаны, чтобы никто не побежал за субстанцией в Китае. А как же сделать, чтобы никто не побежал за субстанцией в Китае? Это называется разумный протекционизм. Когда вы вводите таможенные пошлины и вводите квоты на потребление внутри страны соответствующей продукции. Сейчас уже все понимают, что то, что вы сами не производите, у вас этого нет. Сегодня американцы сказали, мы вам не продадим. А завтра китайцы, у них что-нибудь изменится. Китайцы скажут, мы вам не продадим. Все, сидите голой филе, частью на кактусе или на ежике, кому как нравится. И на каком-нибудь другом предмете. Важно, чтобы был продолговатый. Значит, это уже разумный протекционизм. Который устанавливает, что чем ниже уровень, степень переработки продукта, чем ниже, тем больше должна быть пошлина при его выводе. То есть при экспорте, скажем, сурой нефти, пошлина должна быть запределена. А при экспорте бензина, она должна быть терпимой. А при экспорте каких-нибудь смазочных масел, уже упакованных в коробки, уже упакованных в флаконы для непосредственного потребления, она должна быть нулевая. Может, еще добавлять. И с импортом то же самое. Импорт сырья, пожалуйста. Если мы этого сырья не имеем, пожалуйста, завозите. Мы вам еще доплатим. Экспорт полуфабриканта должен облагаться серьезными пошлинами. А экспорт готовой продукции запретительными пошлинами. При этом должна быть тарифная квасирование. Мы сегодня покрываем 10% нашего... Михаил Игоревич, экспорт или импорт? Импорт, импорт, извините. Импорт готовый сырья, конечно. Импорт готовый сырья. Мы должны максимально создавать рабочие места и создавать добавленную стоимость в нашей стране, чтобы деньги оставались у нас, а не китайским переработчикам леса в фанеру и так далее. Подобавленную стоимость президент тоже сказал. Это слово, которое выучила российская бюрократия. Я уже их догоняю. Видите, я тоже выучил это слово. Да, только вы еще знаете, что оно значит, а им это неинтересно. А, блин. Вот, в этом маленькая разница. Вы жить хотите. Понимаете, вы хотите жить. А они считают, что в случае чего юзустрелы. Как я их понимаю. Что они там будут жить до ближайшей пальмы или для ближайшего паяльника. Они этого не понимают. Это специфика мышления на определенном уровне отечения. Так вот. Квотирование, тарифное квотирование импорта. Вот производите Российской Федерации сегодня 10% субстанции, которая нам нужна. Значит, вот 90% субстанции вводится вообще без пошлины. Но 10% вводится со 100% пошлины. Чтобы рынок был гарантирован для наших производителей. Дальше этих производителей должны вызывать в Министерство промышленности. Ну, правда, пока Мантуров там сидит, это бессмысленно заняться. Ну, допустим, что какого-нибудь там замначальника департамента. И говорят, ребят, а сколько вы можете покрыть в следующем году? 15% можете покрыть. Нарастить производство в полтора раза. А давайте мы вам денег дадим. Сколько вам надо. Давайте мы вам рабочих подгоним. Давайте мы рабочих будем учить. Инженеров будем учить. Сколько сможете? 17%? Замечательно. Значит, вот 17% вы закрываете в следующем году. Значит, мы без пошлины ввозили в этом году 90%. В следующем году будем 83% ввозить. Итак, пока этот без пошлины ввоз не скуковывается до нуля. Вот таким образом Услюков в начале нулевых годов, будучи просто председателем комитета газонопромышленности, он сумел воссоздать птицеводство и свиноводство. При помощи этого механизма. Но это было в начале нулевых, когда нынешние дичалы еще не очень укрепились. А вот воссоздать таким образом производство крупного рогатого скота уже неудобно. Уже, товарищ Греф, укрепился и расправил перышки. С Кудрином, кстати. Кстати, насчет Кудрина. До сих пор не определен будущий руководитель счетной палаты. Хотя счетная палата, как и мы с вами обсуждали. Вы знаете, говорят, что решили назначить Кузаку, но никто его не может найти. Ну, возможно, что он уехал куда-то в свои поместья, которые где-то находятся, может быть, за пределами страны, может, внутри страны. Но вот на послании даже господин Шувалов приехал. Хотя злые языки говорят, что он живет в Лондоне. Нос не усовывает. Но на послании приехал как зайка. У меня, знаете, была аналогичная история. Я в конце 90-х годов на выборы ходил. И со мной шел мой сосед. И он говорит, вот понимаешь, какие все-таки патриотичные люди эти евреи. Вот мой хороший знакомый уехал в Израиль в 89-м году. А он от меня, так сказать, по алфавиту стоит на строчке выше меня в списке избирателей. Вот в 89-м году уехал человек, но на все выборы из Израиля приезжает и голосует. Причем среди первых я вот прихожу, так сказать, расписываю, что я проголосовал. А он уже, его подпись уже стоит. Какие все-таки патриотичные люди. Прямо хочу его встретить, руку пожать. Но вот никак не удается. Наверное, он сразу обратно к себе домой уезжает после выборов. Ну вот, товарищ Козак, по-моему, все-таки не такой патриотичный. Как-то давно его не видели. Давно его не видели. Надо ловить на избирательном участке. У нас сейчас осенью в Москве будет выбор. Потому что в Москве прописаны. Надо его ловить на избирательном участке. Знаете, подходит Козак на избирательном участке. Вот его под белые ручки в счетную палату. Председатель. В 13 местах прогремел салют в Москве в честь 22 февраля. 23. 23, да, 23, правильно. Михаил Геннадьевич. Я хочу еще зафиксировать, что, наверное, Козак в Москве, может быть, заболел. Собянин же тоже не пришел. Все знают, что он в Москве. Он тоже заболел, наверное. Так что люди, которые на фронте, тоже не пришли по понятным причинам. Они там делом заняты некоторые депутаты. Правда, среди депутатов Государственной Думы 80 человек не сдавали ПЦР-тест для того, чтобы... Ну, нужно было три раза сдавать. И первый раз было объявлено, что сдали ПЦР-тест 370 человек, из них 15 заболели. Простите, пожалуйста. То есть 8 человек просто не сдавали. Ну, допустим, там человек 15 заболел, кто-то на фронте, кто-то еще, чтобы... Ну, в любом случае, 50 человек просто так не пришли, получается. Ну, может быть, товарищ Козак тоже отсутствовал по уважительной причине. Может, я на него напрасно, но зря возложу. Но вполне возможно, что и не очень уважительно. Так что председателя счетной палаты не назначают, потому что его как бы хотят назначить. Ну, наверное, поймать не могут. Поймают, назначат. Очень смешно и в то же время грустно. А может быть, он просто болеет, сейчас выздоровеет. Придет его назначить. Может, я на человека напрасну. Может быть, он там на фронте роту в атаку поднимает, а я про него так говорю стыдно. Михаил Григорьевич, меня особенно повеселило некие комментаторы послания Владимира Владимировича подметили следующее. Путину аплодировали и аплодировали стоя меньше, чем аплодировали Сталину. Вот он, признак, симптом кадровой импотенции. То есть, если не могут найти людей, которые будут аплодировать стоя, значит, это негодных набрали людей в губернаторах. То есть, если у меня, извиняюсь, радикулит, я не могу аплодировать стоя, то из этого следует, что Путин хуже Сталина, что ли? Это немножко странновато. Я открою вам маленький секрет, что в большинстве случаев такие вот аплодисменты стоя – это организованный процесс, и не только времена Сталина. Скажем, это политкорректно. Но был момент, когда люди сами стали подниматься, аплодируя стоя. Это очень интересный был момент, когда Путин сказал, что мы приостанавливаем свое членство соглашения стратегических наступательных вооружений. Люди стали аплодировать и стали вставать. Потому что обычно там справа сзади кто-то начинал аплодировать, народ поднимался, так сказать, железной стеной. А здесь стали вставать грунтками, поодиночке, оглядываясь друг на друга. Все сидят думают, вставать, не вставать. И тут Путин говорит, простите, простите, пожалуйста, я же… Это можно посмотреть на записи, наверняка это место есть. Он говорит, да мы не выходим из соглашения стратегических наступательных вооружений. Мы приостанавливаем свое членство. Ну, тут народ сила аплодировать перестал. Кто-то скажет, команды не было, кто-то скажет, успокоился. Вообще говоря, сравнивать руководителей по количеству аплодисментов, это даже не маразм. Это даже не маразм. Сколько раз аплодировали Сталина на параде 1945 года, 7 ноября. Я сильно поздравляю, что ни разу не аплодировали. Холодно было, и все были в ларежках. Это как-то умаляет достоинство этого выступления? Никак не умаляет. А какого-нибудь Васи Пупкина, ну, Максиму Галкину, Максиму Галкину аплодируют каждые 3 минуты. Ну, когда Путин пародирует того же самого, с чего он начался, с пародия на Путина, это что, делает его государственным деятелем? Нет, это не делает его государственным деятелем. Вот и все. Это делать его хорошим эстрадным артистом. Если государственные действия, хороший эстрадный артист, в наше время, так сказать, средства массовой информации полезны. Но это совсем не главное. Я подозреваю, что товарищ Сталин был очень плохим эстрадным артистом. Тем не менее, он был эффективным руководителем. Не в пример многим другим. Ну, скажем так, не в пример Максиму Галкину. И еще немножко экономических новостей. Центробанк ужесточает регулирование ипотеки с 1 мая 2023 года. Совместные программы банков и застройщиков привели к подорожанию жилья в новостройках. Увеличили разрыв ценных со вторичным рынком, заявил регулятор. Он ожидает, Набиулина, Центробанк, ожидает, что меры Центробанка купируют риски ценового пузыря. Михаил Геонидович, если пузырь надулся. Как его сдувать? Как можно отменой льготной ипотеки что-то там... Ну, то есть, я не понимаю. Значит, проблема следующая. Во-первых, ипотека не имеет отношения к решению жилищных проблем. Кстати, все волшебным образом молчат. Но когда Путин осознал, что нужно привлекать людей на оборонные предприятия чем-то, кроме брони, то он сказал, ребята, мы решим жилищную проблему людей, которые заняты военно-промышленном комплексе. Мы будем строить специальные дома с дешевой арендой. Не с дешевой ипотекой. Не с дешевой ипотекой. С дешевой арендой. То есть, он понимает, ну, кто-то понимает, что при нынешней, ничтоженной, при отсутствии трудовых прав у людей, которые автоматически проявляются в сверхнизкой заработной плате, у людей даже на оборонных предприятиях, на многих, в этой ситуации человек не может оплатить себе квартиру. И в условиях жесточайшего жилищного кризиса способ решения проблем – дешевая аренда. Понимаете, опять-таки, субсидируемая аренда сегодня субсидируемая. Завтра деньги в бюджете кончились. Что, завтра люди на улицу пойдут, что ли? Тоже ненадежная система. Можно предоставлять социальное жилье, социальный найм. Но это, вероятно, опять-таки, для одещавых слишком сложно и достаточно способствует произволу монополий и ограблению монополиями федерального бюджета. Теперь к Набиоле. То есть, первое, ипотека – это не при решении жилищной проблемы вообще. Это при решении жилищной проблемы менее четверти населения стран. Причем, по мере падения доходов, доходы падают. Ну, просто цены растут на еду, значит, на ипотеку меньше остается денег. Я задал вопрос в Телеграм-канале. Ребята, как у нас с доходами, как у нас с расходами, от которых нельзя убежать, там, ЖКХ, кредиты и прочее. Скажите, свой регион назовите. У меня за два часа больше тысячи комментариев нападало. Люди описывают, как они живут. Да, кто-то живет очень хорошо. Там были несколько сообщений. 300 тысяч зарплаты, 100 тысяч доход. Был несколько таких сообщений. Но большинство волосы стоят дым. Очень наглядно, видно. Михаил Игоревич, я тут вставлю пять копеек. Знаете, я продвигаю тезис. Я не знаю, насколько вы согласитесь. Вот у нас в честь спецоперации государство достойную зарплату назначило военнослужащим. Порядка 200 тысяч рублей должны получать все наши военнослужащие. Вот мне кажется, что если это реально достойная зарплата, то каждый учитель, врач должен получать 100, 150, 200 тысяч. То есть само государство признало, что это и есть деньги, достойные. Значит, поправочка. Это деньги за риск, за то, что люди рискуют свою жизнь. 195 тысяч рублей. Хорошо. Когда врачи коронавирусом боролись, рисковали, им зарплаты делали побольше, но не 200 тысяч. Да, они получают надборку. Но, тем не менее, 100 тысяч – это должна быть нормальная средняя заработная плата, которую получает большинство людей по стране. Не так, когда мы Абрамовича складываем с уборщицей, получаем 60 тысяч или 62 тысячи. А это та зарплата, которую получает большинство людей в стране. Сегодня это, по-моему, чуть больше 25 тысяч рублей. Но, возвращаясь к теме пузыряной ипотеки. Отчего из них пузырь? С одной стороны, льготную ипотеку, расширение спроса, значит, можно задирать цену как угодно. При этом выводить деньги из страны для физлица стало затруднительно, для многих страшно. Ценные бумаги фонда в рынок рухнули, значит, вкладывать деньги можно только в ужилие. Спрос вырос за счет коррумпированных чиновников очень сильно. Спрос вырос за счет льготной ипотеки. Спрос вырос за счет того, что люди свои сбережения переориентировали на недвижимость. Соответственно, в условиях безнаказанного производства монополия они задрали цены как угодно. Соответственно, они задрали цены, а деваться-то некуда. Люди набрали ипотеки под эти задранные цены. А теперь они лишаются своих доходов, и теперь они лишаются возможности платить за свою потеку. Это реальная социальная проблема, которая обостряется, которую государство пока игнорирует. Пока игнорирует. Но понятно, что эта проблема будет нарастать дальше. При этом цены задирать дальше некуда. А аппетит и монополия только растут. Есть интерес позолоченной орды задирать цену дальше. А есть интересы набиумленные компании. Ну, скажем так, что такое льготная ипотека? Это дешевый кредит. А кредит должен быть дорогой. Потому что каждый дешевый кредит, он украден у финансовых спекулянтов. У хозяев наших олигархов. И прикрываясь этой проблемой, можно закричать, что у нас пузырь, который угрожает макроэкономической стабильности. Это неправда. У нас не Америка 2006 года. Этот пузырь угрожает не макроэкономической стабильности. Угрожает социально-политической стабильности. Потому что люди будут выбрасываться на улицу. Из своего ипотечного жилей. Другого места для них нет. Но все равно эта проблема есть. Бювлина будет пытаться решить проблему путем отмены этой ипотеки. Если нельзя отменить льготную ипотеку, значит, будем ужесточать требования. Здесь она в прямом конфликте с интересами строительного комплекса. Но я думаю, что строительный комплекс может зарабатывать большие деньги из федерального бюджета за счет восстановления новых территорий. Благо, их там перемалывают просто в пыль, как я понимаю. В ходе боевых действий в режиме Первой мировой войны. А жить-то там кто будет? Кто будет оплачивать эту ипотеку? Нет. На новых территориях ипотеку, естественно, никто оплачивать не будет. Немногим, кто там остался, придется дома просто строить и отдавать. Но это будет за счет государства, я надеюсь. Соответственно, завышенные цены будут вытаскиваться из карманов не людей, а из карманов государства. А что касается в целом ценового пузыря на рынке недвижимости, у вас есть какое-то понимание, куда дальше пойдет оценник? Должен терять. Понимаете, здесь зависит от динамики ситуации, потому что квартира на самом деле уже дешевет. Но если в стране будет происходить разрушение стран, мы же помним, как на Украине в 2015 году подскочила цена недвижимости в Киеве. Когда происходят катастрофы, люди сбегаются в столицу, и после того, как занята часть брошенного жилья и захвачена часть жилья, которую по разным причинам не могут оборониться, после этого возвращается механизм купли-продажи, и тогда цена подскакивает. Просто потому, что вся страна сбежалась в одну точку. Так что у нас таких точек три, это Москва, Питер, Сочи, так что если будет катастрофа, то цены еще могут вырасти. Но пока до катастрофы довольно далеко, цены будут снижаться. Я считаю, что ближайший, ну, этот год, скажем, цены будут снижаться. Естественно, на приличные. На приличные, так сказать. На приличные плате. Окей, еще одна новость, Михаил Георгиевич. Ведомости пишут о том, что российские производители картофеля предложили ограничить его импорт. У нас проблемы со сбытом продукции. По словам производителям, на складах рекордные запасы картошки. Данный вопрос обсуждался в Минсельхозе 17 февраля. Ну и, соответственно, возможно, будут специальные санкции. Ввоз картофеля будет ограничен. Ну, понимаете, это тот самый протекционизм необходимый, о котором мы говорим. Что когда страна нараспашку, производить в этой стране, что бы то ни было, не имеет смысла. Даже картофель. Все это упирается еще и в офшорные зоны. Потому что розничные сети у нас, кроме одной, все принадлежат фирмам, которые зарегистрированы в офшор. То есть, собственность на все розничные торговые сети, крупные, она выведена из стран, которые торгуют продавцами. Соответственно, покупать российскую картошку, а зачем? Наоборот, если я в офшорке, мне проще обеспечить поставку России израильской картошки, египетской картошки, какую угодно, кроме российской. Просто просто я нахожусь, у меня центр управления вынесен из страны, а не находится внутри страны. Вот и все. Это вопрос, с одной стороны, разумного протекционизма и диапшоризации. Но поскольку и то, и другое абсолютно противоречит представлениям одичалов, строителей блатного феодализма, о рыночной экономике, то что-то может делаться только в порядке источника. Не более-то. При этом надо понимать, что если российские производители картошки начнут зарабатывать деньги, то они получат политическое влияние. А политическое влияние может иметь в этой стране только финансовые спекулянты и сырьевые олигархи, но и производители товаров на нужды российскому насилию. Михаил Игнатьевич, но если у нас такой переизбыток картошки, почему цены-то не падают на нее? Потому что эту картошку не принимают торговые. У нас же дефицит времен Горбачева тоже был искусственно создан абсолютно. Торговые сети, которые принадлежат офшорной аристократии, они не хотят покупать российскую картошку. Они хотят покупать картошку. Все. При этом, понимаете, еще такая проблема. Российская картошка, она дешевая. Если вы покупаете дешевый товар, то даже если вы накручиваете цены в 10 раз больше, то вы деньги оставляете внутри России. Купили картошку за рубль, продали за 10 рублей, но 9 рублей у вас осталось в России. А если вы покупаете картошку, скажем, египетскую, вы покупаете ее за рубль, допустим, за тот же самый. Но в России вы продаете за 9 рублей. А в магазине продаете за 10. То есть вы в России оставляете только один рубль. А прибыль вы оставляете за границей. Там, где вы сами сидите, где находится ваше центро управления. А если вы покупаете дешевую российскую картошку, потом накручиваете цены в несколько раз, вам нужно возиться с выводом денег из страны. А зачем возиться? Окей, Михаил Игоревич, спасибо вам за пояснение. Последний вопрос неэкономический. Обсуждается широко тема Приднестровья. Все громче говорят о том, что Украина готовит свою спецоперацию, будут вводить и демилитаризовывать Приднестровье. Пошли всякого рода слухи, разговоры о том, что и снаряды из колбасной в основном уже были вывезены давным-давно, и осталось там не так много. Это все будет подрываться в случае чего. Ваше мнение о том, что это будет такое? Знаете, я говорю об этой опасности, по-моему, с мая прошлого. Так точно. Я говорю об этой опасности бесконечно. Российские власти меня так и не услышали, но, похоже, услышали украинские власти, к сожалению. Как это не грустно. Это, во-первых, способ публично унизить Россию еще раз, показать ничтожность нынешних российских властей. Во всей красе показать ничтожность. Во-вторых, это устроить кровавую резню. Вырезать еще один кусок, или, как они говорят, раковую опухоль русского мира. Чертвой матери. Там сколько-то, ну, больше 200 тысяч человек живет, ну, вот их теперь вырежут и бежать им, в общем, некуда. Вот, 1700 наших военнослужащих, там, какой-то 1015 местной армии. Вот. Для этого, во-первых, демонстрация ничтожности российской власти, демонстрация, так сказать, абсолютной ничтожности российской отечественной бюрократии. То, что Россия не может ничего, особо ни на что. С другой стороны, что снаряды из колбасной вывезли, простите, пожалуйста, а их куда вывезли? Так просто, вот, просто на карту. Посмотрите, куда их оттуда вывезти? Их никуда оттуда вывезти не могут. Помимо снарядов, которые не подлежат транспортировке, потому что они там лежат с 905-го чуть ли не года, или с времен Первой мировой войны, там достаточно много снарядов относительно новых советских. Знаете, как украинские офицеры говорят? То, что советское производство летит и взрывается, то, что нынешнее производство взрывается через раз. И, по-моему, не только украинские офицеры так говорят. Вот они, у них снарядный год. Вот пока не запустили производство в Европе соответствующих снарядов, пока только запускают, это дело не быстро. Они начали, как я понимаю, в конце прошлого лета запускать это производство, но это требует времени. Как наладка всякого нового производства, или даже расконсервация старого производства. А вот сейчас они могут получить огромные запасы современных снарядов, которые им очень пригодятся в наступлении, которое они планируют на конец марта, если верить официальному сообщению. Официальное заявление и всего остальное. А поскольку командовать украинским наступлением будут натовские генералы, это же оказалось очень эффективное сочетание. Натовские генералы, нацистские офицеры, русские солдаты. Там же украинцы не воюют, они же в Европу все сбежали, там русские воюют с той стороны. То это будет тактика или стратегия Второй мировой войны против тактики или стратегии Первой мировой войны. Очень наглядно. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр нашей беседы. Пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Михаила Делягина в телеграме «Делягин Спейшел». Подписывайтесь на YouTube-канал «Не Делягин». Подписывайтесь на канал «Павел Иванов». Михаил Иванович, до встречи через неделю. Спасибо вам. Всего доброго. Счастливо. Счастливо.